Ребята, привет! Сейчас, так как давно уже не было роликов, я думаю, вернее пришла мысль мне в голову отснять серию роликов о бренде Rolling Dog. Почему? Потому что ввиду того, что многие бренды у нас где-то уходят, приходится искать какую-то альтернативу. Rolling Dog выпустила довольно много продукции и конкретно в данном конкретном ролике с компанией ДЛТ связались и попросили на тесты некоторые укрывочные материалы. Так как в данном конкретном случае на этом объекте проводились работы уже по покраске. То есть куча укрывок, куча всего. Хотелось проверить скотч. Как-то давно я сталкивался с некоторыми малярными лентами. Что-то не очень они зашли, потому что клей вообще практически не держал. Но сейчас сказали, что подисправили проблему и надавали на тесты достаточно много разных материалов. Поэтому сегодня поговорим про эти ленты. Причем поговорим достаточно честно. То есть не какая-то реклама продвижения, а конкретно, чтобы немножко ограничить рынок, чтобы ерунду какую-то убрать. А все нормальное оставить, чтобы люди могли с этим работать, чтобы они не попадали где-то. Значит, начнем, наверное, с малярных лент. Смотрите, у нас все вот это уже протестировано конкретно на этом объекте. То есть будут еще подсъемки по каждому из этих материалов конкретно в конкретном случае. При распаковке, после покраски и так далее. Начнем вот с такой ленты зеленой. Это бронированная лента Dust Shield. Конкретно у нас 48 мм шириной. Это ПВХ лента. Кто работает с монтажными лентами, серыми такими, знаете. Только вот это еще круче. То есть ее порвать, ну, прям капец надо. Где 310 мкм толщина этой ленты. Клейкий слой достаточно высокий. То есть применяется на каких-то пористых поверхностях. Мы спокойно здесь вот старая лента на укрывке, на ДВП уже где протерлась, переклеивали почти по пыли. Ну, скажем так, относительно. Приклеивается настолько, что срывает потом, когда отклеиваешь, еще и старую ленту. И сколько они, три сколько мы уже ходили, лента держит. И эта лента через деликатные ленты, укрытая коробка была с дверей скрытого монтажа, приклеивали двери тоже от Rolling Dog, тоже будут в подсъемке эти временные двери, которые с молнией. Еле сняли. Хорошо, что клеили не сразу к коробке, а через деликатную ленту. Сейчас нам нужно будет закрыть двери в ванну и отсечь комнату от комнаты, чтобы при покраске пыл не залетал, там не приклеивался пол пылью. Значит, есть два варианта дверей. Скажем так, укрывочных дверей. Где-то они могут быть многоразовые, где-то одноразовые, в зависимости, как вы их образно изнасилуете. Но есть разница. Вот эти двери открываются, скажем так, полумесяцем, или как это назвать, да? То есть не просто посередине, а именно таким вот образом. И они уже идут. Вот здесь идет в комплекте скотч, типа которым приклеить. Ну, понятно, мы, наверное, будем использовать не этот скотч, а что-то посильнее. Но на этой двери уже смонтирована молния, то есть она уже здесь есть. На второй двери, которая подешевле, у нас раскрытие происходит только вертикально, здесь в комплекте, понятно, идет скотч и идет молния. То есть мы сами можем приклеить в том месте, в котором мы захотим, на таком вот, типа двухсторонненький что-то, да? Проверим, как этот клей вообще будет держать, насколько это будет надежно, потому что будем ходить там в ванну, допустим, там в туалет, ну как бы застегивать это будем, расстегивать, посмотрим, как она будет держаться здесь и как с завода приклеена эта лента. То есть это такой самый момент, который будет неудобно, если оно не будет работать. Полотно, сама пленка, в принципе, похоже, что там, что на вот этой двери. Поэтому сейчас смонтируем, попользуемся и потом еще вам покажем, подскажем, стоит, как бы оно рабочее, либо нет. Так, значит, по дверям, вот мы открасили уже, да? Вообще четко все. Молния закрывается, открывается. Главное, я говорю, прожать хорошо ее, когда приклеиваешь. Здесь приклеили двери на броню, на зеленую. Про которую я рассказывал. То же самое. Вот эти двери. Кстати, удобство такое, да, вот так смотал и хороший проем получается. Те надо протиснуться еще, а эти снизу отклеили и вообще ничего не задувало. То есть там где-то и одежда, инструмент кое-какой, когда красили. По дверям вопросов нет. Значит, небольшие характеристики. Термостойкость до 80 градусов, толщина 310 микрометров. Типа дегезии высокая. Материал нолявного скотча полиэтилен. Клеен на резиновой основе здесь конкретно. Только аккуратно. То есть какие-то окна проклеить снаружи, ну, как бы, я бы не советовал. Ширина 48 миллиметров, длина 30 метров намотка. Конкретно по вот этой броне. Все работает, все проверим. Дальше у нас будет две ленты на рисовой бумаге. Две малярки вот такие. Нету смысла там показывать широкую, узкую. Да, есть они там в разных. Это у нас 25-ки. Вот голубая 48. Значит, что вот это за малярка вообще? Это две малярки на рисовой бумаге, на японской, с клеем на водной основе. Значит, в чем разница вот этих двух? Вот это сверхтонкая малярка. 91 микрон она в толщину. Реально тонкая. Вот здесь мы укрывали коробку дверей перед покраской дверей скрытого монтажа. Очень удобно заходить на такие кромочки тонкие, которые нужно оставить именно даже вот с внутренней стороны. Все хорошо прогибается и хорошо все подрезается. Здесь, в чем разница еще, да? Вот здесь у нас Wash and Shield и там и там написано. Но это Masking Tape, здесь High Tech. То есть вот здесь адгезия больше, чем на оранжевой. Но оранжевая у нас, она толще. Потом, разница еще в чем? Время нахождения без последствий на основании. То есть, когда не оставят никакой клей. На голубой у нас 60 дней. Термостойкость до 150 градусов в течение 30 минут. И применение как внутри, так и снаружи. Здесь то же самое. Применение как внутри, так и снаружи. Но не оставляет никаких следов уже меньше в течение 30 суток. И термостойкость 100 градусов в течение 30 минут. Эта лента реально толще. Вот эта лента очень классно. То есть, не путайте. Это не деликатная лента. Эта лента вот укрывать какие-то вещи, допустим, удобно перед покраской. Это рамы окон, двери, коробки скрытого монтажа, контур дверей. Какие-то такие вещи, от которых мы знаем, что мы не отраем краску. Потому что клеится реально обалденно. Держится прям капец. Укрывали вот здесь вот у нас теневой шок. Там все внутри воши-тейпе отклеено. А вот здесь уже голубое. Вот это роллинг-дог. Вот еще посмотрим, когда будем красить. Как на себе она будет держать краску. Будет пропитываться. Скорее всего, что пропитываться она никак не будет. Потому что прям чувствуется, что вот это что у нас? Это у нас Blue Dolphin Vosha Tape. И вот по ощущениям вот этим, она у нас водонепроницаемая. Вот здесь покрытие такое же. Даже может быть еще чуть-чуть плотнее. Вот эта лента отработала реально классно. Тоненькая лента. 91 микрометр. Толщина ленты. Скажем так, вот с этой лентой проблем не было. Проблемы были вот с этой лентой. Нам надо было уже на чистовую укрыть окна перед покраской. И к раме окна приклеили вот эту ленту. А разница в них, во-первых, в толщине. У желтой ленты у нас 105 микрометров. Она потолще. Все то же самое. Материал вроде бы ирисовая бумага и клей на водной основе. И получается мы отклеили окно. Прошло, наверное, пока мы все покрасили. Ну, как бы там, переходы цветов. Где-то до 4 дней. Мы начали распаковывать. И у нас вот эта лента реально оставила клей. Прям так. Не то, что там где-то местами. А достаточно пришлось перемывать окно. Поэтому вот эту ленту, если будете использовать, клеится классно. То есть нет такого, что она отпала. Но на какие-то, не знаю, пленку с пленкой склеить. На какие-то открытые, особенно очень гладкие поверхности лицевые. Вот эту ленту, есть вопросы к ней. Аккуратно склеим. Дальше два типа лент на обычной клеповой бумаге. Вот такая вот синяя лента, подвоскованная. Похожа даже по цвету, как вот у мотива есть бренд мотив. Синяя лента. Достаточно неплохо клеит. Единственное, что у них завоскованных вот этих скотчей, у них немножко проблема есть, когда мы гусками где-то клеим. Заходим одна на одну. То бывает, со временем начинает немножко отлипать. В принципе, склеивать что-то между собой абсолютно можно. Ненадолгий срок тоже где-то раму окна проклеить. Тоже можно. Тоже разная ширина. Толщина 140 микрометров. Термостойкость 120 градусов в течение 30 минут. Материал креповая бумага. Клей на модной основе. Намотка 50 метров. И вот такая вот. Она еще чуть будет, вернее, наоборот, она чуть-чуть будет тоньше. В принципе, похоже очень на обычный скотч. Но, скажем так, не дешевый, а такой прям чувствуется она потолще. Тоже все работает. Склеить где-то что-то между собой в легкую можно. Следующим этапом у нас идут пленки укрывочные. В общем-то, пленками этими мы отработали. Они есть как и мелкие в развороте 55-ки. Есть на метр сорок разворачивается. На метр пятьдесят. На два сорок. И на два шестьдесят, по-моему. Значит, по поводу самого скотча. Все одинаково, как с вот этими малярными лентами. У нас есть вот такой скотч голубой. Это, в принципе, аналог вот этого. У нас есть аналог вот этого. Обычная бумажная лента. Потом вот такая лента. И броня. С бронированным скотчем. По бумаге могу сказать так. Там в подсъемке будет тоже несколько видео, где мы уже распаковывали. То есть, если были какие-то дефекты по, скажем так, пробоинам. Знаете, как бывает. Ты пленку разворачиваешь. Где-то не заметил, открасил, а пыл попал. Оказывается, вот несколько там дырочек где-то было. Ну, заводской брак. Как бы пока этого не обнаруживали. Хотя и стены все были укрыты. И перекрыты потом потолки. Вопросов не было. Есть эти же пленки. Сразу с маскером идут. Ну, вот с узким маскером, да. И с широким. Ну, то есть, к полу привык, кому удобно. Отмотали немножко. Пальцем зажали сколько надо. Дернули. И все. У нас бумага, как говорили, пленка оторвалась. Это что касается маскера. Кому как удобно. Ну, опять же, с маскерами нужно понимать, что есть какие-то такие зоны, где не совсем удобно там работать. В каких-то нишах там отрывать. Это надо где-то дернуть. Поэтому можно как вынять ее отсюда, так и ставить назад. Причем перезаряжать. Один раз купили с маскером, потом просто перезаряжайте саму пленку. Тоже по пленке вопросов никаких не было. По бумаге. Тоже бумаги. Со скотчем мы, к сожалению, закончились. Но в подсъемке я покажу. Так, по укрывке от Rolling Dog именно по бумаге со скотчем. Значит, обычная креповая бумага. Намоточка у нас 25 метров. В развороте 18 сантиметров. Значит, у меня здесь был участок, этот самый Color Expert. Оставалась бумага. Сейчас раскроем от Rolling Dog. 42 грамма на сантиметр плотность. Посмотрим на ощупь, как она будет с этой. От Color Expert. Другая даже на площадь немножко. Это такая более похожая прямо на бумагу для выпечки, понимаешь, от Color Expert. Вот это уже реально даже по цвету. Это как будто бы чуть поплотнее, что ли, будет. Ну, все. В принципе, вот такой вариант. Здесь отклеиваем, там у нас теневой, так как будем несколько слоев красить стены, отклеиваем часть бумагой, потом пленка, чтобы у нас пленки не сорвало краску при открасе. Вот участок, остальной уже будем Rolling Dog'ом отклеивать. И там будет видно, как вообще защищает от краски. Если пропитается, перекрасим потолок. Не, надеюсь, что все будет хорошо. Вот. Значит, потом после откраски еще подснимем, покажем. Снимем там где-то с краски, ну, развернем с обратной стороны, просмотрим там, пропиталось, не пропиталось. Это то проверено, а вот Rolling Dog'ом будем посмотреть. Вот наша бумага с обратной стороны. Никаких намеков на какие-то пропуски. Вон на потолке ничего нету от стеновой краски. И вот наша лента. Значит, по бумаге... Тип адегезии малярной ленты средняя, плотность 42 грамма на метр квадратный, ну и ширина как бы разная, 18 сантиметров, 30 сантиметров, термостойкость до 60 градусов, сверхъестественного как бы ничего нету, но это все работает. По всем, я знаю, сейчас начнутся вопросы, что, сколько стоит, где, на сайт ДЛТ заходите, смотрите, где, сколько, что стоит. Можете у себя в регионах, кто там с России, посмотреть, кто занимается продажей Rolling Dog, посмотреть, сколько это стоит там. Вот по конкретно, потому что сейчас на столе проблемы были конкретно вот с этой лентой по оставлению скотча, по крайней мере, на окнах ПВХ. Реально, говорю, как есть. Так, дальше по укрытым различным полотнам и пленкам. Что нам дали еще попробовать? Здесь уже разрезанный рулон, общая рулон 50 сантиметров в ширину. Нам здесь надо было укрывать пол для покраски скрытого плинтуса. Вот эта пленка, вообще, такие вещи есть у Blue Dolphin для защиты окон. Есть на самоклеющей основе, есть типа, там, смочил водой, как тонировочка работает, да. Мы сразу думали, что и эту пленку так использовать, но потом почитали, насчет стекол не прописано. То есть, начали как бы делать, да, но потом побоялись, что, может быть, из-за солнца, из-за ультрафиолета останется какой-то клей или что на стеклах прорезали, на пластике оставили. Подоконники упаковали ей. Периметр пола, все будет в подсъемке тоже. Упаковали тоже этой пленкой. Очень удобно. Размотали, она сама приклеивается. Причем, чем более гладкая поверхность, тем тяжелее ее потом снимать. Прям приклеивается так, что не отозрали. Подоконник вообще класс. На гладкой поверхности подоконник закрылся четко. И мы, ввиду того, что мы монтировали вот этот скрытый плинтус, прорезали здесь укрывку погружной пилой, как бы убирали. То есть, мы сейчас по всему периметру отклеили именно вот этим материалом очень удобно. Плюс у нас здесь щелевые зазоры с двух сторон по желанию заказчика. Очень удобно делать нахлест. Потом подворачивать туда вот этот материал, как бы забегать. И при покраске у нас ничего туда уже не залетит, не выможет нам кварц винил. И так, сам процесс, в принципе, нам надо было бы разрезать небольшой участок. То есть, в принципе, режется обычным ножом разрезать. Обычным. Строительным. Клейкая часть снаружи, для удобства. То есть, мы разматываем и сразу приклеиваем. Гладкая часть как бы внутри находится. и сразу приклеиваем. Смотрите, я сейчас показываю, как бы, ну, с учетом своего объекта, когда мне, допустим, надо затолкнуть укрывочный материал в щель. То есть, чтобы там ничего не произошло, никакая краска туда не залетела. Просто шпатиком аккуратненько подворачиваем и оно все туда вот приклеивается и держится нормально. какие-то там морщины, щели, это не эстетика. То есть, на это смотреть не нужно. Потом отгибается часть и заворачивается туда. Все, так по всей длине укладывается материал. И, в принципе, все, вам ничего не надо делать. Вот эти стыки, которые пленка на пленку склеиваются вообще четко. то есть, уже сюда ничего не задумывается при покраске без воздушек. Видите, насколько плотно на гладкую поверхность прилипает укрывочная пленка вот эта. Ничего нигде не порвалось. Отлично. Значит, небольшие характеристики по ней плотно 76 микрометров. При удалении не обнаружили никакого клея ни на подоконниках, ни на полу. Единственное, с гладкой поверхности очень сложно снималось. Здесь даже в описании так и прописано, что используется при защите, при покраске и ремонте напольных покрытий полотно устойчиво к проколам, разрывам надежно удерживается на твердой гладкой поверхности. Такой, как дерево, плитка не оставляет следов при удалении. То есть про стекла, про окна как бы ничего не написано. Длина намотки 30 метров в роллобе. Ширина 50 сантиметров. Достаточно быстро мы весь периметр здесь укрыли. Работает. Ничего не прорвалось, ничего через нее причем даже при двойной покраске несколько слоев с нее краску по крайней мере стеновую не срывал. Второй тип полотна у нас вот такое полотно. Такой нетканый материал двуслойный. Значит, он идет размером метр 50 на 3 метра. То есть это прям такой кусок. Его тоже можно нарезать определенными участками. Тоже в подсъемке мы здесь не хватало нам пленки. Мы здесь часть укрыли заодно и проверили как вообще он держит краску. Не прошла ли через него краска. Ничего не прошло. Единственное, что ее уже нужно крепить скотчем к поверхности. Значит, если укрывать таким образом, допустим, то с учетом нашей ситуации, скажем так, все-таки, наверное, надо отступать и уже за счет скотча делать нахлест и подворачивать туда скотч. Иначе, если захотите вдруг потом пропылесосить перед самой покраской, чтобы уже никакая пыль не летела, его просто подымет, затянет в пылесос. Пленку не затянет, так как она самоклейка, а вот этот затягивает материал. Тоже подвернули, завернули сюда, чуть пошире сделали. Тоже имеет право на жизнь, поэтому, в принципе, рабочая вся эта тема, что пленка, что метканно-материал укрылочный. Значит, по ткани самой тоже вот у нас две стороны. Эта сторона обратная, через которую, если думали, что пропитается, бы все пропиталось, ничего не пропиталось, нигде у нас на полах, это вот отсюда как раз кусок, ничего у нас нет. С вот этой стороны как застыла краска, это было под подложкой, вот здесь прям видно, да, как бы краска, здесь все, здесь ничего нет. Поэтому вариант тоже абсолютно рабочий. Значит, плотность ее 55 грамм на метр. Укрымное полотно для быстрой и удобной защиты поверхности, гриппокраски и ремонти. Отлично подходит для защиты поверхности, гриппокраски внутри, снаружи, стены, мебели. Укрымное полотно имеет двухслойный состав, нетканный материал сверху и герметичный полиэтиленовый слой снизу. Можно применять повторно. Дальше, что еще нам тут передали? Вот такой вот водосгон или сквич, как по-другому не называют. Здесь он идет под обычный телескоп. То есть здесь без накрутки, просто отдели, если надо где-то что-то высоко мыть. Можно просто вручную работать. Резиновая вставка, я уже говорил, может быть еще попробовать и силиконовую сделать. Но работает и это. Главное правильный угол выбрать. То есть когда стекло отводим, стекла настолько быстро, короче, все протер, все от глязи вымыл, потом просто нанес еще раз моющее, воду, две проводки и все это смывается. Работает тоже. То есть не могу сказать, что не работает. все снимаем. Все снимаем. Красота. Сейчас подумают, так у тебя все работает, ты говоришь, что это не реклама. И еще один момент. Маскеры. Я, все знаете, что маскерами не работаю. Ну, как бы, может, старомодность какая-то. Но, в принципе, у рулиндога есть такие самые простые маски. Зарядили сюда скотч, из-под ролика вытянули. Ну, этот вот широкий, есть еще там узкий. Здесь у нас вот такого типа подпружиненные такие углубления. То есть, если мы будем тянуть просто и пытаться оторвать, навряд ли получится. Вот здесь мы зажимаем торец. Оторвали. То есть, его прям так, чтобы где-то как-то четко вести, наверное, навряд ли можно использовать. Это такой вариант, когда, допустим, нам надо мы можем что-то кусками клеить. Ну, там, вытемали, да, зажали, оторвали, пошли работать. Ну, не так, конечно, как я. Аккуратно. И все, и пошли, короче, клеить. Сказать, что не работает, не скажу. По надобности, ну, скорее всего, кто работает профессионально, будут брать все-таки маски профессионально. Если надо что-то где-то быстро не отматывать вот это вот рукой просто под участками, то вполне рабочий вариант. Смотрите сами уже насчет маскеров. И у нас, ребят, остаются остаются на обзоре у нас штанги. Я, наверное, по ним сниму отдельное видео. Это четыре штанги распорные, которые с помощью которых можно создать себе купол. Допустим, если у нас уже втрашено помещение, и нам надо отработать чем-то таким определенным, чтобы нас не пылить, мы просто аккуратненько распираем под пленочку, обтягиваем пленкой, делаем определенный купол для работы. Вещь удобная. У меня были такие ситуации, пришлось мудрить, что-то скотч деликатку к потолку проклеивать, причем весь такой периметр, скажем так, долго. Можно и со скотчей сделать. Здесь есть решение в виде вот таких штанг, сразу там идет и пленка, и скотч в комплекте, но это надо прямо показать, то есть на пальцах это такое если поэтому это скорее все будет в отдельном видео. Я думаю что в скором времени где-то мы все равно попадем, когда нужно будет открасить уже в открашенной стене что-то перекрасить или переделать прям чтобы не вымазать ничего остального. Продаются как 4 штуки в комплекте штанги, так и 2. Соответственно по деньгам будет разная цена. Все. Я думаю что информация по поводу продукции Роллинг Дог именно по укрывке была полезной. Каждый для себя примет определенное решение работать не работать плюсы минусы были указаны по ценам на сайт ДЛТ я ничего не продаю смотрите все там актуально не актуально есть наличие нету в наличии тоже нужно звонить либо представителям кто занимается продукцией Роллинг Дог с вами как всегда был канал о ремонте отделки просим Арбрест меня зовут Юрий не забывайте подписываться на канал я желаю вам всем удачи крепкого здоровья мира до скорых встреч до скорых встреч Продолжение следует...